привет дорогие друзья меня зовут наталья толстая и я приветствую вас книжном царстве библиоглобус с вами моя авторская программа фитнес для ума сердце и души сегодня у нас тема трудная она о домашнем насилии мы будем говорить о грубости и посмотрим на эту тему опять с нового ракурса несколько писем спасибо вам огромное кстати за то что вы продолжаете писать на нашу почту наталья толстая mail.ru спасибо что вы просматриваете ролики по несколько раз и иногда даете конструктивные советы одно письмо девушка говорит что уехала на край земли за любимым ухаживает за его престарелым дедом у родителей нет ни у нее ни у него и сталкивается с тем что будучи беременной он постоянно не кричит недоволен всем доме не убрано ты поправляешься ты некрасивая еда невкусная не так летишь не как так свистишь как обычно и женщина говорит что в нити некуда не потому что у меня нет профессии хотя я давно-давно потеряла квалификацию потому что служу прыгаю как зайка вокруг елки вокруг своего любимого человека потому что у меня внутри живет маленький человек и я считаю что я колыбелька для малыша и сейчас не представляю возможно никуда уехать уйти бросить все у меня нет денег на билет даже на обратный до большой земли там где есть люди там где есть друзья здесь нет ни друзей никого и пойти мне некуда и я с утра до ночи занимаюсь работой чтобы не сойти с ума когда он уходит на ночное дежурство занимаюсь рукоделием иногда удается что-то почитать и это единственная душина ждать когда его не будет дома вот такое удивительное письмо и девушка говорит что не надо мне говорить о том что мне нет характера не надо мне говорить о том что я не доучилась не надо мне рассказывать что я плохая я этого слышу в может быть есть какой-нибудь совет как не выйти из этой безвыходной ситуации если у меня девушка она полюбила довольно состоятельного и состоявшегося человека не первый раз полюбила и не первый раз состоятельного и каждый раз у нее стереотипный страх того что он через некоторое время полюбит другую и вот она как пиявка в него цепляется она живет его жизнью она прорастает в него утверждая что только так она умеет любить и при этом и предыдущий молодой человек я уже не первую историю я слушаю и который находится с ней сейчас пребывать состоянии вот только бы она закрыла рот только бы она сейчас отвлеклась на что-нибудь но она ни на что не отвлекается и есть у меня женщина которая написала что ее мужчина просто тупо унижает и она сталкивается с тем что он все время подкалывает какими-то болезненными словами а он все время не скрывая говорит о том что на работе очень много красивых женщин и каким таким образом как бы наказывает ее за то что она в очередной раз там без накрашенных ресниц она рассказывает что были какие-то предпосылки никогда не говорили о том что давай будем вместе давай поженимся он рассказывал что предыдущих отношениях он расстался со своей женой только потому что она стала поправляться потому что нужно было покупать и новые вещи от того что он не несколько раз сказал она его не услышала да понятно что у нас сейчас перед нами развода на жили-нажали и брэда пита и брэд пит тоже в течение года говорил о том что поправляйся 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 ты худая как к селедка ты как велосипед на тебя страшно смотреть и если ты у всей планеты была когда-то сексуальным символом то к теперешнему моменту ты ходишь мешках от рояля и если ему тебя вы сейчас разделе навряд ли было будто и сексуальным символом для кого-то только для извращенцев к полней 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 при этом у нас уникальный пример до женщины как у которой миллионы она смогла спасти свое физическое тело отвезла себя грудь поставила другую выглядит неплохо но при этом совершенно не хочет заниматься своей душой и употребляет продукты потом от них избавляется или живет только на воде у нее то то одно то другое то есть я какой пример детям а как у а по кто почему брэд питтер допустим обречен на то что он должен с ней сидеть если бы она ладно больная была какая-нибудь если бы ему надо было ухаживать за человеком сидящего давали на коляске это понятно а когда живой человек с амбициями желающий выбираться там в правительство он еще куда-то не слушает элементарного и выглядит все хуже и хуже и мушка с прицелом не сходится то есть она дудит свое не прислушиваясь никому кто сказал что брэд питтер должен до конца своих дней сидеть и терпеть это все да вот вроде как похожая ситуация да все они разные давайте поговорим о насилии о том что не мы сами выпрашиваем его сам стиль поведения может быть сбит когда-то давно в детстве может быть мама и папа не рассказали женщинам о том что о том что есть воля о том что если тебя оскорбляют на свадьбе можно спокойно развернуться на пятках и уйти на берег думать про свою жизнь и вообще со свадьбы со своей уйти или не пойти на нее за сутки сказать я не пойду не вам придут не пойду за тебя замуж до шутки с этим столом с родственниками со всеми приезжими да вот так обстоят у меня дела на самом деле почему я должна сейчас эти с тобой загс для того чтобы у тебя был официальный повод на меня кричать не будет этого нет почему мужчина позволяет себе сказать все прямым текстом нам хотим мы это слышат не хотим это слышать больно нам не больно почему мужчина сохраняется даже свою душу тем что он не унижает тебя враньем он открывает рот и говорит то что он думает а мы не можем послушать его без изжоги без навешанных с предыдущих отношений своих обид без ощетинение ведь попробуйте сейчас заберите у вас этого мужчину и вы верните вас новые другие любые другие замечательные отношения а где гарантия того чтобы не будете ежиком где гарантия что простая похвала или легкий степ или тонкий юмор будущего мужчины не покажется вам сарказмом или опять желанием обидеть каждый раз когда нас обижают мы до этого дали определенный сигнал я никого не собираюсь ругать я просто говорю что день и час когда вы чувствуете что вам больно вам нужно произносить это немедленно то есть так так больше не будет со мной так не надо не знаю привлекать внимание бить посуду мы перестали бить посуду девочки мы правда то ли мы бережем от того что она дорого стоит то ли нам рассказали лаковые журналы о том что это неприличные символ истерии то ли на то ли стереотипно двадцать первом веке женщины не бьют посуду но бабки то наши бери для того чтобы привлечь к себе внимание мы не можем заниматься мордобоем мы хотя раньше могли взять коромысла огреть и знаю точно что били шапкой меховой по пьянке мужчин чтобы шиньков не оставалось и пока бьют пьяного рассказывали чего и не хотят у нас эти навыки потеряны но разбитая посуда это тот же самый бопль мужской когда он привлекает к себе внимание слушай меня я 15 раз тебе сказала ты меня слышишь почему девочки я должна вам сейчас сказать о том что вам в тот самый момент когда он кричит и вы рассказывает свои претензии просто закройте рот и василиса премудрая было умнейшим человеком набирала в рот воды для того чтобы в эту секунду не облаять в ответ своего ненаглядного и слушала все чтобы ваня дурак и рассказывал а может быть ваня гений а может быть это был царь какая разница кто самое главное что она в этот самый момент не был не плакала вы пробовали поговорить с плачущей женщиной ты некрасивая ты не в кокошнике у тебя нет ни одного аргумента в ответ чем ты ну выше писаешь на забор попробую услышать меня послушали я же сейчас говорю очень созидательные вещи то есть каждый там каждая птичка должна знать свою ветку вот на какой ветке ты сидишь то есть если тебя благодетельствовали и ты на свадьбе было прекрасно понимаю что тебе протянули руку вытащили тебя снизу поставили тебе кушать с красивой посуды ты живешь красивом доме и вот самый момент ты не можешь открыть свою волю потому что ты сейчас всего этого лишишься тебе скажут катись колбаской по малой с паской тогда сама себе объясни почему ты здесь пребываешь если ты прекрасно понимаешь что вы одного поля ягода у вас одинаковые книжки нормальные состоятельные там или состоявшиеся умненькие родители почему нельзя поговорить с его мамой если она есть почему не спросить у человека когда будет хорошем настроении как мама ладила с отцом ведь наверняка у него тоже был такой же взрывной характер на какую на какую тему иван царевич ты сейчас сердце сердцаешь да ну по почитайте художественную литературу откройте очень много смешной литературы и ищите на каждый отрицательный момент в вашего супруга легкий степ откройте телевизор и посмотрите что пишут юмористы по этому поводу и возможно у вас будет смешной ответ в тот самый момент когда он ждет в очередных слез вашей стороны или очередной щетиной ну зачем одно и то же из пустого в порожнее переливать раз не получилось два не получилось нужно понимать что третьего раза не будет на каком основании мы должны как хотя бы одну секунду терпеть того что нас унижает того что нас расстраивает и того что портит нам жизнь если у вас есть аргумент тогда терпите и готовьте куда вы сделаете шаг назад получайте по интернету образование на каком конце земли вы не были раз вы смогли написать письмо по электронной почте значит у вас есть компьютер огромное количество университетов где педагоги могут сидеть в инвалидном кресле одна в израиле одна в германии 1 в англии русскоговорящие которые покажут тебе которые дадут тебе знания при помощи которых ты сможешь заработать если ты хочешь диплом теперь диплом дадут если тебе не хватает образования для того чтобы ты смогла повысить голос или хотя бы сделать так чтобы кто-то не кричал на тебя значит нужно учиться если тебе не хватает опоры ты чувствуешь что у тебя есть лишние килограммы и ты их наела чтобы чувствовать себя более основательной значит мы засовываем ноги под диван и начинаем качать пресс все можно решить в этой жизни если у нас есть харизма если у нас есть общая струна и нужно опять открываете интернет нет ни одного знакомого это для меня не аргумент очень много форумов где есть женщины которые справились домашним насилием очень много формов где учат женственности и как выкручиваться из трудных ситуаций очень много психологических тренингов то хотя бы наши просто просматриваете и иногда возьмите у меня воли мне не жалко впрыгните в меня на секунду и зайдите мной потом станете собой но просто иногда подумайте как бы она поступила и увидите это вам здорово поможет пишите я всегда рада вашим письмам буду стараться отвечать воли девочки более это великая сила наша женская потому что она подвигает мужчин на подвиги по-другому не надо ваших подвигов никто не требует пока